Добрый день, уважаемые зрители, инвесторы, партнеры и все те, кому не безразличен проект Sovalmash. Мы с вами сейчас находимся в станочной галерее и в этом видео, как ни странно, поговорим о станках. Мы поговорим о том, что сейчас к нам пришло, что мы с этим будем делать и для чего нам все это оборудование нужно. На самом деле оборудование поступает достаточно много на нашей площади. Сейчас вы можете наблюдать трехосевой станок, призерный, станок для вертикальной обработки и он проходит пусконаладочные работы. Здесь мы с вами видим специализированные уже чемоданы с инструментом пусконаладчика. Обратите внимание, что подобных станков сейчас достаточно много. Есть станки, которые дублируются, то есть одинаковые. Вот в первую очередь это оборудование необходимо нам для того, чтобы создавать оснастку формы для работы уже более, я бы сказал, крупнокалиберного оборудования, то есть оборудование необходимого для серийного производства. Это, скажем, допустим, форма для термопласт-автомата, для того чтобы отливать изделие корпусных деталей, для ручного электроинструмента, контроллеров и многого другого. И естественно, что мы не можем себе позволить простой ряда оборудования при выходе на цикл производства. И поэтому для того, чтобы процесс был непрерывный, покупаются дублирующие станки. Мало того, что на одном из станков может изготавливаться одно изделие, на другом уже следующее изделие, а другой станок он работает как резервный, потому что в случае выхода из строя одного из станков производство не должно остановиться. Как видите, одинаковые машины, в данном случае это токарные станки и все это необходимо для тех же самых целей. Ну и конечно еще, если мы говорим о изготовлении мелкосерийных партий ряда изделий, особенно являющихся высокомаржинальными, да, на подобном оборудовании при должном его количестве можно делать и такие партии изделий. Но основная задача это все-таки беспрерывность производства и создание материалов, инструментов, оснасток для работы уже основного оборудования. Ну и конечно не забывайте о прототипировании. Естественно предприятия изобилуют не только обрабатывающими центрами токарными, фрезерными, да, но и в частности специализированным оборудованием. Это зубонарезной станок, который позволяет нам делать шестерни и прочие изделия. Такого оборудования, ну скажем так, можно конечно встретить на рынке, но вещь достаточно уникальная. То же самое можно сказать и о вот этом самом в станочке. Это двухкоординатный токарный станок, но есть маленькое дополнение. Здесь располагается барфидер, который как магазин для оружия поставляет туда прутки, опять же для вытачивания валов, осей и так далее. Но это оборудование подходит больше для прототипирования, для постановки процессов и так далее. То есть его пропускная способность, она, скажем так, не сильно высока. Если мы говорим о действительно крупных сериях, этот вариант нам не подойдет. Не будем мы в этом видеоролике говорить о всем, что к нам приходит, потому что помимо, опять же, вот этих станков мы сейчас получили крематические камеры, которые будут позволять нашей лаборатории проводить испытания ряда уже готовых изделий на соответствие тем требованиям, которые мы к ним предъявляем. Но это тема отдельного видеоролика, поэтому не забудьте подписаться, обязательно поставить лайк и следить за следующими выпусками, потому что в них мы подробно покажем и расскажем, что такое климатические камеры и для чего они нужны. Но уверен, что этим оборудованием наших зрителей, инвесторов и партнеров уже не удивить, потому что мы достаточно много показывали видеороликов с тем, как оно выглядит. Ну, кто-то из вас даже видел это вживую. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим на действительно крупнокалиберное производственное оборудование для производства валов двигателей. Это называется холодно-высадной станок. И это действительно мощное оборудование. Обратите внимание на его размеры. Вы сейчас видите его торец, но по ширине он еле проходит уже в ворота наши. Наши сотрудники достаточно эмоционально его транспортируют, их можно понять. Действительно, размеры внушают и вес тоже. Давайте посмотрим подробнее. Ну а это комплектующие к холодного с одному станку. Здесь мы с вами видим катушку, которая будет подавать металлический пруток. Он достаточно объемный и большой. Дальше мы видим еще часть комплектующих, скажем, судьбе которых я пока не знаю. Надо вскрывать, смотреть, что там. Ну и, исходя из размеров станка, который чем-то отдаленно напоминает отдельную комнату для какого-то помещения, скажем, квартиры жилой по размерам. Естественно, необходим некий такой пандус, на котором нужно будет подниматься и уже оперировать с самим станком. Поэтому это достаточно масштабная вещь, которая нам необходима именно при серийном производстве. Потому что что значит холодно-высодной станок? Вот этот прут, который подается в станок, автоматически туда, собственно, заходит. Далее происходит удар, то есть нарубаются валы, оси необходимого нам диаметра и размера производительностью в одну секунду 6 штук. Сами понимаете, что для крупносерийных партий это отличная тема. Далее эти оси, валы уже идут на следующей операции. Выполняется проточка под посадочное место подшипника и так далее, так далее, так далее. Но вот одна из, скажем, основных операций, которая нас сильно тормозит при производстве, это как раз-таки большое количество времени, которое необходимо тратить на изготовление самих валов. Данное оборудование эту проблему решает полностью. Но благодаря тому, что магия кино позволяет нам использовать некую машину времени, закончим мы данный видеоролик именно на том моменте, когда станок заезжает внутрь помещение. И вы сейчас в очередной раз можете убедиться в масштабности всего этого мероприятия. Обязательно, повторюсь, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Проект находится на финальной стадии реализации. Мы уже готовимся и к серийному производству, и к нашей основной деятельности. Поэтому, чтобы быть в курсе, обязательно за нами следите. Финишная прямая уже перед нами.